Не отключайся. Только чтобы не ругался. А сколько тебе лет? Так. Очки снимите, чтобы мы друг друга видели одинаково. Вот так. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать, что в этом месте разврата ожидает людей. И мы им говорим, что наши знания из святой книги. А у людей почти ни у кого ее нет. Поэтому мы можем помочь разобраться в жизни. Если есть забота о душе, и что ждет за гробом человека. Мы говорим о великой радости, которую Бог дал людям. Что Его единородный Сын Иисус Христос умер за наши грехи. За грехи. Он искупил нас, омыл кровью Своей. И веруя в Него, ты имеешь жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна 3 глава 36 стих говорится. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Вот мы здесь за этого находимся. Православные проповедники. Мы с туннеля строим православную деревню. Где поселиться может кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот в такой деревне-то пожить. Тебя никто не обидит. Все в храм идут. Все приветствуют. Радуются за тебя, что у тебя все хорошо. Никто не сворует. Двери не запираются. И вот нам Господь позволил создать такую деревню. А где вы живете? Погромче говорите. Где вы живете? Я нахожусь сейчас летом 4 месяца в деревне здесь. А сейчас в городе Барнаул, Алтайский край. Это южнее Новосибирска. Ладно, до свидания. А что у вас? Вопросов разве нету? Вопросы о жизни. Для чего человек вообще родился? Что дальше будет? Когда умрет, что все закончилось? Лопух на могиле? Вы можете задать вопросы. Я вам отвечу, что Бог сотворил человека по образу и подобию. Но Адам с Евгой согрешили. Бог изгнал. И от них все рождаются грешники. И спустя 5508 лет от Адама родился Христос. В 30 лет вышел на проповедь. Это у нас книга, Новый Завет. Евангелие 4. Мы знаем, как это было. И он умер за наши грехи. Умер. И воскрес на третий день. Вот воскресение, это день, сейчас воскрес. Воскресение называется. И как жить правильно. У вас много могут быть вопросов. Вы можете зайти на наш сайт. Он называется «Восвете Библии». Сайт. Через Google. Не YouTube. «Восвете Библии». Там вы найдете ответ на все. У нас очень большой видеоканал. 16800 роликов. Тысяч. Все там. И как я вот начальник детского лагеря, 45 лет. Как детей воспитываем. Вот. Как я вот там и там бываем. Как люди живут. Как работаем. Как занятия идут. Вам все будет интересно. Сколько вам лет. Еще повторите. Сколько вам лет? Меня звать Игнатий Лапкин. Меня звать. И вы меня можете в скайпе найти. Сколько лет? Лет сколько? Вот мне 81 год идет, 10 июня. Ааа. Мне много пришлось претерпеть за веру. И сажали. И все. И Господь позволил выйти живым. А вот человек, который не верит, он старается что-то наушники надеть. Чтобы. Вот я вижу тут пакости. Голая. Пустота. Вот пустоту надо ощутить. Я вот в армии служил. А служил не где-то там, а в подводный флот, в ракетных войсках. И в 23 года впервые, имея все в руках, хорошую работу, деньги. Но Бог сохранил от женщин, от воровства, от матерков. Я никогда этого не знал, и Бог сохранил. И поэтому на трезвую голову все было. В рот не беру ничего. И в это время Бог дал мне Евангелие. И моя жизнь мгновенно изменилась. Я встал на колени и попросил прощения 27 сентября 1962 года. И вот 57 лет иду этим путем. Со Христом. Мы об этом молимся, ходим в храм, благодарим Бога, работаем. У нас все открыто. Мы ничего не скрываем. Вот вы, как молодой, сколько тебе лет-то? 15. А? 15. Ну, считай, что почти, что уже 16. И паспорт будешь взрослый. Вам нужно дать путевку в жизнь, как с Богом. Без Бога вас задушит жизнь эта. Разврат сразу будет, наркотики, все что угодно будет. А со Христом ничего этого нету. Одна радость. И при том, ты входишь в общество христиан, которых 2 миллиарда 200 миллионов. В любой стране ты свой. 2 миллиарда. Мусульман 2 только миллиарда. Христиане. Это соль земли. Давно новое имя. Нас зовут христиане. Так поется у нас. Если зайдете на наш YouTube, вы найдете так много для себя. На сайте, там я отвечаю студентам на 4124 вопроса. 55 папок разбит. Ты скажешь, а мне нужно образование. Там образование. Ты скажешь, у меня детство еще. Детство папка. И там вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Которые я давал в разных учебных заведениях. Вам будет очень интересно. А с как зовут-то? А с как зовут-то? Дима. Как? Дима. Ничего не пойму, не пах. Дима. Дима? Дима? Да. Дима это Димитрий. Это вообще с Димитра название. Я перевод хочу вам дать. Да благословит вас господь Димитрий. У меня дедушка был Димитрий. Меня Игнатий Тихонович звать. А отец Тихон Дмитриевич. Так что это имя не так далеко от моего рождения. Димитрий Солунский. Святые были. В честь святого названы-то вы. Не в честь богини Диметры. Это первый так был назван. Имя его сохранилось. Ну, не в тягость разговариваем. Не в тягость разговариваем. Нет. Нет. Может какие-то вопросы возникнут в скайпе. Скайп знаешь такое? Знаешь такое? Да. Скайп. Игнатий Лапкин. Запиши, чтобы не забыть. Игнатий Лапкин. И ты меня сразу найдешь. Ты меня сразу найдешь. Запиши. И поэтому ты найдешь наши все ресурсы. Там я могу уже скинуть. Игнатий Лапкин. И напиши скайп. Это мы можем узнать. В какое время там засвонил один раз в скайп. Нету. Это означает не время или меня нету. Мы обязательно должны в скайпе встретиться. Я вам все наши ресурсы могу скинуть. Они очень богатые. Вот в моем мире у нас 22 тысячи фотографий. Это вообще. Я держу две голубятни. Вам интересно было бы посмотреть, как за голубями заниматься. У меня вот она кошка пришла. Только говорю. Иди сюда, Паля. Вот, посмотри, какая. Вот она. Ой. Паля, Паля. Посмотри там на Митю. Ну. Какая у вас махнашка. Ну ладно, ладно, ладно. Иди. Гуляй. Вот. Ее сын тут где-то белый. Вот. Животное. Для одиноких, если человек одинокий. Так, это статистика показывает. Собака в доме. Бывает тут белый бим, черное ухо. Троепольского. И там Вячеслав Тихонов, вот, Штиржеса играет. Он там играет эту роль. И говорит, что вот он с фронта, больной один, семьи нету. Они продляют жизнь на три года. Потому что ты пришел, с ним поговорил, как-то стресс свой снял. Он пришел и говорит, Бим, вот пенсию не дают. Ну, как-нибудь мы с тобой проживем. Ладно уж, Бим, пойдем на охоту сходим. Один он томится, он не знает, куда в нем все накапливаются отрицательные эмоции. Это Бог так сделал, что ручные животные такие хорошие. У меня есть стихотворение. Четыре книги у меня, стихов по 800 страниц. И там особое место лошади, голубям относятся и кошки. Для многих кошка несравненный друг. Это, если зарядите, найдете песнопение. Они стихи положены на песню. Несравненный друг. Египетское чудо-совершенство. У ног моих свернулось спящий круг. И греет электрическую шерстью. Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Польза от вас никакой. Вы беззащитны. Не клюните клюм. Об этом особой строкой. А голуби поется там. У меня две голубятни. Я туда лазу, смотрю. И даже зимой маленькая голубятня в избе. Они тут и гнездо есть. Они, я выпускаю на прогулку. Они несут яйца. И молодые, они сразу привыкают. Из руки берут. Я стою где-нибудь далеко. Он летит. Летит. И сразу на руку садится. Это же интересно. Вот если зайдете на наши ресурсы, вы найдете все это. Притом только польза. Какой вопрос задашь, ты уже найдешь. Так. Вопросов больше нету? Ну, можешь отходить. Во славу Божию, Дмитрий. Да благословит тебя Господь. Да спасет от всякого разврата. Дмитрий.